Пау! Хей-йоу, ребят! Сегодня мы будем снимать реакцию на бункер третья серия Кошмарные Последствия. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, берите чипсики, печеньки, чаёчек, бутербродики, усаживайтесь поудобней и погнали смотреть. Я так понял, что всё-таки вот этого чела пустили и он что-то наделал, будет жесть. Ну окей, погнали. Пожалуйста, пустите, пожалуйста. Прошу, впустите! Нужно его впустить. А, кстати, многие писали, что у меня с камерой, потому что сейчас вы видео видите отзеркаленное по некоторым причинам. Причины я расскажу чуть позже, окей? Всё, погнали. Всё, я решил, я решаю, если что, просто... Ладно. Это, как по мне, не мешает смотреть, но немножко текст отзеркален. Давай, попробуем. Ага, так, всё, отлично. Смотрите, это вообще не мешает. Что же, напорно хоть возьму тогда его шлемета? Да, давай, да, да, я не буду ждать, а уж должно быть его открыть. Так, 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 всё-таки его откроют. Ну, блин, как я говорил, не нужно было открывать. Я открою, 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 открою. Давай, 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 давай. Отойди. Давай, заходи, заходи. Капец, они тебя не укусили, они укусили тебя. Так, ну стой. Отойди, нужно дверь пойти заплакировать. Боже, я не бал. Конечно, чела жалко, но давайте думать логически. Если его укусили, он заражённый, ну будет капец. При этом у нас еды хоть много, но что прожить 100 дней, а что прожить 70 дней с этим человеком, понимаете? Так, посмотри его, смотри его пока, смотри его, я дверь закрою. Ладно, давай, 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 быстро. Возможно, да, это, блин, звучит нечеловечно, но не знаю. Проводи его так далеко сюда. Так, давай, закрой дверь. Чел ещё странный, почему он до бункера побежал, почему не влез. Зомби, как я говорил, медленные, поэтому выживать против зомби очень легко. Ну, как по мне, вы сами видели, они медленные, они передвигаются, неповоротливые, это очень круто. Так, чё там зомби, нужно посмотреть по камере. Чёрт, капец. Смотрите, они неповоротливые, так долбятся левонько. Ладно, здесь они не смогут проломить дверь. Капец, не так себе. Там даже человек не сможет проломить. Парень ему нож прямо в глазницу наткнул. Кстати, тот зомби, которого он проткнул ножом, не встаёт. Возможно, если поразить их мозг, то они уже не оживают. Чёрт, возможно. Тут нужно будет взять это на заметку и рассказать доктору. Чёрт, ладно. Вроде бы дверь должна выдержать, но всё равно это так нельзя оставлять. Так, где там доктор? Дверь пока закрой, и эта дверь на всякий случай закрой, вдруг они прорвутся. Можно тестировать зомби, типа, обливать их какой-то хренью и смотреть, умирают они или нет. Так, доктор, наверное, повёл его в этот. О! Что за шум? Здорово, братан. У нас тут проблемка небольшая. Мы вот с доктором приняли одно очень важное решение. Так и тут есть еда, смотрите, консервен. Прикол, вы спали, не стали возбудить, потому что ситуация была экстренная. Пойдём, покажу. Давай, замазывай. Только не пугайся, у нас... Точно, тебя не трогали, да? У нас новый член в Лунтере. Вы серьёзно? Они не смогли меня достать. Так, осматривай, пойдём, пойдём, я покажу кое-что. Мы тут обнаружили ещё, давай. Доктор, я поспыль чуток. Так, пойдём, пойдём, пойдём. Смотри, короче, здесь... Ну, по факту, конька есть. В медпункте. Он будет спать нормально. Еда есть. Но... Всё-таки не знаю. Мы включили компьютер и по камере увидели, что он... Лучше бы было взять какую-то ещё девушку. Бегает этот зомби, видишь, они сейчас перед нашим бункером стоят. Да, вижу. Вот, это ещё одна проблема. Просто, ну, так бы он просто сдох около нашего бункера, и мы приняли решение его впустить. Сейчас разберёмся с зомби и примем решение всё вместе, что мы будем с ним делать. Не, ну, мужики, ну, вы совсем больны, что ли? А если бы он пропустил зомби к нам в бункерах? То же самое, я согласен просто. Да мы очень быстро всё сделали, всё максимально быстро произошло. Извини, реально. Ну, просто пока бы мы тебя разбудили, пока что, его точно сожрали. Извини просто, броу. Ну, реально, давай сейчас обсудим всё. Ситуация... Не, ну, я согласен, пускать его, ну, это очень тупо. Ну, реально, ребят, глупо. Да, возможно, не пустить, это будет бесчеловечно, но... Ну, реально тупо. Ну, согласитесь. Ну, если он будет полезный и всё будет нормально, значит, я был неправ. Так, и чё там, чё там с ним, чё там? В общем, видимых следов того, что его укусили, нет. И вообще просто как-либо ранили. Но, скорее всего, из-за стресса он решил немного успокоиться и сейчас там поспеть немного. Ну, ладно, пусть он подогнёт. Давайте, может быть, это... Там койки есть. В целом, можем организовать ему койку. Давайте, может быть, поищем какие-нибудь вещи, чтобы накинуть его там простынякам. Мне кажется, здесь должны быть какие-то запасы. Может быть, белья постельного или чего-то. Ты думаешь прямо здесь? Ну, я думаю, да, нет, нет, ну, где-нибудь на бункере. Ребята, раз вы проснулись уже, давайте это. Хорошо. Смотри, у нас здесь стральники из-за не вообще. Да, ну, душа мы... Просто... Ту серию показывал сральник всеми, я тут. Чтобы не пользоваться часто, чисто так раз в месяц, понял? А нам точно хватит этой бумаги? Она трехслойная. Будем длить один слой на три слоя и это... Потеряться... Еще с тем челом. Гениально. Так, ладно. Хорошо. Я пойду посмотреть, поговорю с ним, что там еще. А вы пока это... Да, давайте. Ну, можно будет ходить на вылазки, по факту. Да. И можно брать бумагу. Да поищем, получается. Привет. Эй. Да, да, да. Сядь, сядь, сядь. Че ты уже... Сейчас, подожди. Ага. Че случилось? Да че произошло, рассказывай. В общем... Ну, я подошел практически к какому-то населенному... Ну, чел очень тупое, реально, ребят. Замез того, чтобы бежать в лес и спасаться, он прибежал до бунта. Бункера, типа... Возможно, это его план был приманить зомби к бункеру. И... Чтобы его пустили. Я как-то заметили зомби, я не знаю, может, запах учуяли или еще что-то. Вот. И потом я просто постарался как можно тише пробраться сквозь них, но они меня все-таки заметили. И у меня не было никакого отхода, кроме как пойти назад к бункеру. Точно тебя нигде не укусили? Да нет, точно, не укусили. Вроде вообще никак со мной не контактировали. Хорошо, смотри, здесь... Ну, так все, нехорошо, я ему там смачно в глаз нож воткнул. Вообще красиво было. Смотри, здесь есть медикаменты, ты их не трогай. Мы, наверное, сделаем тебе койку здесь. У нас, оказывается, в бункере еще плюс две кровати. А там, конечно. Здесь можно тебя подсидеть. Мы сейчас попробуем поискать, что мы для тебя. Ты пока ложись, отдыхай. А в первой серии он говорил, что его зовут Де Мастер. Что ты говоришь, там повар? Да, повар. Пойдем сюда покажу тебе кое-что. Охренеешь. Так, пойдем. Аккуратно двери закрываются. Вот, смотри, вот так вот. Опа. Ага. Фига себе. Сейчас, экскурсию провожу, да, доктор. Да, но это нашло одеяло. Накинь ему на кровать туда одеяло, окей? Да, смотри, это будет твое рабочее место, я так понимаю. Я думаю, тебе стоит провести учет полностью. Там, где медикаменты лежат, там есть книга учета. Можешь выживать себе листочек один, да? И в целом провести ревизию всего, что у нас есть, чтобы примерно... Ну да, согласен, потому что, может быть, какая-то не элит и так далее. Сколько этого хватит на пятерых человек? По факту еды, кажется, в бункере гораздо больше, чем на 90 дней на четверых. И, видимо, это было в случае того, что люди будут жрать, как это... Как не в себя, как говорится. Да, 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 да. Ну, да. Ну, шиковать, короче, будут все 90 дней. Ну, да, да. Ну, я постараюсь сделать так, чтобы мы смогли провести больше дней с минимальными затратами. Ну, у нас плюс один человек, как бы, затраты еды увеличиваются. Поэтому это в твоих интересах сделать так, чтобы у нас снова было на 90 дней. Если получится. Согласен. Ну, давай высчитывай сиди. Не, получится, получится. Все получится. Тогда я, пожалуй, пойду в 8... Нужно просто брать еду калорийную в бункер. Да. И получается жрать там, ну, сколько? 3000 калорий. Это норма, вроде, для человека. В день. Да, 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 я пока пойду поговорю. Ну, лучше сначала посмотри, что здесь есть в ЧАС, смотрись. А я пока пойду поговорю с доктором. Удачи. Доктор. А, да, я только что ему заправил здесь постель. Нормально. Ну, подушечку ему, конечно, найти будет получше. Смотрите, доктор, какая важная информация. Решат с вами ей поделиться. Так, а что это у вас там за важная информация? А, у нас... Погоди, закроем дверь. Короче, я посмотрел по камере. Когда этот Виталий, его, кстати, если вы забыли вдруг, в общем-то, он, когда заходил в бункер, один зомби почти вот сам, ну, он тут ему воткнул ножом в голову, да, и я заметил, что это единственный зомби, который, ну, типа, не двигается, лежит. Возможно, я просто в фильмах такое видел. Возможно, когда мозг поражают этому зомби, возможно, тогда их можно убить. Потому что один зомби был без руки и вроде спокойно двигался, но, видимо, когда нож упал в голову, да, мозг вырубился. Это звучит, в принципе, логично. Так что, возможно, эти твари, эти твари, отчасти как бы живые, да, то есть, возможно, мозг заставляет просто какие-то мышечные ткани двигаться и голод у них есть или что-то такое. Возможно, из этого они пытаются сожрать больше людей. Я не знаю, если честно. Так вы же читали новости? Ну да, по факту. Чё, а чё там за новостях было? Не знаю. Не знаю. Так там проблемы случились, авария. Они хот... Учёные из США сначала хотели сделать, получается, скажем так, электричные жизни, причём для богачей таких. А в итоге случилась беда и... А в итоге, как всегда... Так, вирус на ранних стадиях как бы выбрался за пределы комплекса, а дальше, кстати, не знаю, информация засекречена. А, ну понятно, и вот мы имеем, что имеем. Хорошо. Ребят, когда Сашенька проснётся, нужно будет ей рассказать, наверное, что случилось и ввести в курс дела насчёт Виталия. Виталию уже дал задание. Я ему сказал подчеркать все продукты, которые есть в нашем бункере. Он же повар. Вот, я ему сказал, у нас плюс один новый человек, поэтому еды у нас будет меньше на одного человека, поэтому нужно сейчас ему будет правильно скомбинировать так, чтобы на пятерых хватило на 90 дней. Тогда мы его оставляем. 90 дней, это получается 3 месяца. Я ему так сказал. Вы чё думаете, нормально ли? Это мало. Нормально, но на тексте у меня ещё есть заблый деширак. Виталий? Да, с Виталий. Я тут это просто хочу смотреть комплекс, вот, извините. Да, 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 не, 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 всё в порядке. Ладно, я тогда пойду отдохну, всё-таки вы уже поспали. Знаете, они что, вообще типа в бункере будут сидеть все эти серии, а на вылазки выходить или не? Не вариант. Сделать какое-то оружие и выходить на вылазки. Супермаркет. Доктор, вы, блин. Они эти 90 дней будут ни хрена не делать, по факту. А потом выйдут на вылазку. А там уже ни хрена нету. Вы можете тоже. Я тут, в принципе, кстати, всё разобрал, вот. Ну, я бы на вашем месте, конечно, бы здесь что-нибудь систематизировал. Может быть сюда часть медикаментов, чтобы освободить стол, потому что стол может пригодиться для каких-то срочных операций или что-то ещё. У меня с собой переносная лаборатория, Нитлайм. Ну, ладно, если вы не против, я пойду ознакомлюсь с агрегатами, которые там стоят. Ну, я с Виталием тоже познакомься всё-таки, чтобы он не чувствовал себя здесь, ну, ущербным. Ну, да, я тебя понял. Да, давай, давай. А, да, слышишь, ты можешь смотреть эти вообще, ну, реакторы и всё остальное? Ну, типа, то, что у нас есть. Ну, я вот этим пошёл. Вот, здесь возьми, потому что здесь есть книжка, там, вырвите сток. Можешь записать всё, что у нас есть и всё, что нужно, нам бы исправить. Это тоже очень важно. Хорошо. Согласен. Все, доктор, давайте, если что, это... Давайте, удачи. Ох, ну и денёк, конечно. Так. Я заметил, тут несколько огнетушительный, вон там, вон, вот он ещё, и на кухне один. Да, это хорошо, только здесь потяжегаете, видите, у нас усаженка на спит. Ой, извиняюсь, я не хотел громко говорить. Ну, это отличная новость, то, что есть несколько способов, если произойдёт какая-то экстренная ситуация. Ну, да, 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 это здорово, Виталий. Так, а вы куда, доктор? Ага, да, подушку взять всё-таки, не забываем. Ага, хорошо, ладно. Нас старше будет спать, Виталий. Виталий, проходите. Да, я с листком сейчас пойду, чтобы всё... Ладно. Чтобы всё... Ладно. Ой, устал я от этих всех разговоров, пора немножечко... И отдохнуть. Чувствую, сейчас будет жестяк. Чё за... Я угадал звуки, а? Я угадал, только... Не говорите, что я угадал. Чё, что мясо рубит? Какого х... Сериал для детей. Капец, он чё, зомби стал, что ли? Так нужно валить. Как? Ребята, а это как вообще? Как? Как просто он... Что тут... Что тут вообще произошло? Чёрт, Сашенька! Сашенька, что с тобой стало? Сашеньки уже нету, походу. Матерь... Ну... Это хорошая новость, потому что минус 3. Это означает, что еды нам хватит не на 90 дней, а на дохренищи дней. Боже, и зачем им впустили его в этот бункер? Капец, он сюда долбится, долбится. Чёрт, ноги Сашеньке мешают. Нужно что-то с этим сделать. Нужно как-то это прибрать. Возможно, смыть всё это. Где дом? Унитаз. Как-то чел... Капец, он долбится сюда, долбится, нет? Я всем... Вы видели. В той серии, и в этой я всем говорил, что нельзя его пускать. Ну, нельзя. Ну, это неразумное решение. Ну, представьте, не пустили бы его. Его бы сажали. В итоге бы два чела... Надеюсь, что док живой. Два чела осталось живых. Ну, он, кажется, это тупый зомби. Да, это понятно, что это не бес... Ну, не человечно просто. И... Ну, было бы жаль. Но всё равно, ребят, нужно думать головой. Кажется, этот тупый зомби не может пробиться сквозь эту... Виталлическую дверь. Как он сожрал Сашу просто наполовину? И в итоге доктор не почул... Не почул ничего. Не услышал, извиняюсь. Не услышал ничего. И вот это чел. Что вообще тут было просто? А почему он Демастера не сожрал смотреть? Что же я наделал? Да я принял решение, что нужно его впустить. Как я мог всё это допустить? Ой, дебилизм какой-то ужас просто. Из-за меня погибли мои друзья. Просто серия для детей. Я из-за того, что я просто подумал, что нужно впустить этого парня. Что мне сейчас делать? Я даже из бункера выбраться не могу. Ну, парень, я вам говорю. Парень вообще какой-то дурак. Мягко говоря. Теперь эта тварь... Ну, он же знал, что его укусили. Ну... Жрёт. Обрата на... Сашеньку сожрали. Какой-то доктор делся. Может быть, доктор в одной из комнат. Нужно срочно проверить. Два часа спустя. Чёрт. Её голова не смывается. Что это за дичь? Фудемастер, она кобец. Ну ты жёсткий. Нет, тебе уже просто не о чем плевать. Ой, боже. Так, ладно. Нужно посмотреть. Может, доктор здесь? Доктор? Нет. Ничего нету. Пока я убирал её тело, признаки жизни дал бы. Дал бы о себе знать. Кажется, зомби Виталий не долбится больше в дверь. Видимо, он потерял интерес. Походу, он пошёл жрать. Тракториста нашего. Слава богу, садитесь в кухне. Можно похавать немного еды. Может быть, зомби сдохнет со временем из-за того, что нет и пищи, и что-то ещё. Нет. Но, ребят, знаете, это самый лучший вариант для демо, потому что аптечка, там спальня, вот туалет. И, ну, это главный корпус, можно так сказать. Я очень хочу. Ладненько. Просто пока закроюсь, здесь начнёт вонять. Останусь пока на кухне. Ну, это жёстко, реально. Присяду и отдохну. Так, я принял решение пережидать несколько дней, или, может быть, даже недель, в бункере в полнейшем одиночестве. Так, прошла неделя, или, может быть, восемь дней. Я ел по банке в день, и я уже не знаю, с кем, куда говорить, где. Иногда я подходил к двери и бил по ней, чтобы послушать жителей зомби, но зомби Виталий был жив, он начинал долбиться в двери и сдавал. Так можно было в огнетушитель взять и прям по голове там... Страшные звуки. Я возвращался на кухню. Спать, конечно, наверное, было выгоднее в комнате с медикаментами. Там всё-таки кровать Виталия. Но спать на кухне мне было как-то поприкольнее, потому что здесь была еда, и я точно не беспокоился, что зомби отрежет мне доступ к пище. Так прошёл месяц, и вот я стою здесь и сейчас, потому что я понял, что так продолжаться не может. Я убью этого зомби. Я уничтожу этого сраного зомби, а поможет мне в этом вот эта труба с холодной водой. По ней было видно, что... Не, ну ты рофлишь. Взял в огнетушитель и по голове... Она достаточно ржавая, и, возможно, если я приложу немного уси, то я смогу её вырвать. Так, окей, а в огнетушитель почему? Он же тяжёлый. Так, гатанул по голове. Мне избавиться от зомби. Просто нужно будет размножить ему черепушку. А в огнетушитель... И я начал отрывать трубу. На это у меня ушло два дня. Спустя два дня я так и смог сломать трубу. Ну всё, зомби Виталия, сейчас ты у меня получишь. Ну, тварь, иди сюда, слышишь? Подошёл ко мне! На, сука! На, сука, тварь! Как он кричит просто. Чёрт, аж труба сломалась в его деревянную башку. Всё, нужно выбираться отсюда. Прости, тракторист. Всё, ты покидаешь бункер. Свобода. Свежий воздух. Свет. Чёрт, я забыл снять блок двери. Ладно, это не проблема. Точно, мы же ставили дверь на блокировку простого квиталия. Это всё допустили. Так, 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 так. Удов жидился доктор. я уже испугался просто беги что с тобой что стойте чё дайте протру это был все сон у меня сон был очень страшный кошмар где он сожрал вас всех саженки здесь была разорвана переутомился я спал я хотел отдохнуть и там страшный кошмар кожи блин вот что что но где мастера поворот сюжета просто баблический лет моих друзей вас то есть я смотрю я такой сижу просто нормально слушай проверим еще раз доктор проверим нормально тихо успокойтесь пожалуйста просто поговорим о капец ладно возможно ты был всего лишь сон он был таким реалистичным кабец доктор меня под конец сожрал еще капец я не могу на меня реально кинулся а на него нет ну понимаю да ты их там всех заразил моем сне только я тут мы тебя опустили в бункер ты может быть заражен кто знает что может вообще произойти я у нас есть какая-нибудь инъекция от этой заразы да ладно прости виталий но все равно доктора смотри вы еще раз думает и все нормально для моего душевного здоровья я еще раз очек пошли доктор доза погоди никита чё ты пока я спал провел на ревизию наших этих ну вкратце осмотрел в принципе пока все достаточно в хорошем состоянии но возможно генеатром а саша еще спит уже 3 серии она спит 3 серии 3 серии можно ближайшее время сломаться а я хочу все так и спит надо не можете чувствовать себя спит как убитым не знаю будите нею что ровники трати серия уже хорошо будить это ну и он нахрен 3 серии уже прошло на спит ты видишь работать компьютер тебе показать вообще ну давай смотри значит здесь датчики показано что у нас работает что нет видишь эти контрольные системы вышли из строя мне кажется нужно будет проверить меня в нем про них и говорил а вот смотри здесь камера кстати зомби таки не свалились нашего отношу бункер ты посмотри а думаю что плохо ну ведь на улицу не выходим но надо очень плохо они там нужно что-то с этим решить тем более понимаешь просто выйти там собирать их нибудь древен каких-нибудь ресурсов из леса грибочки пополнять запасы из ближайших источников любом случае нам нужно как раз таки залазил правим за этим делом наверное то есть вылазки любом случае нужно делать даже прямо сейчас у нас нет звучит логично у нас нет ни радиоактивного заражения секунд зайчика там поймать ловушки расставит по лесу ты же охотника понимать если мы получим новую пищу дополнительную не из бункера консервы могут лежать здесь или не знаю 10 20 но добытое туши о ком быть животного может пойти на первое время понимаешь да это очень логично от нашей ситуации можно попробовать но сначала нужно избавиться от этих тварей ну их очень много очень много видишь как ходят на смотри за другой стороны есть один плюс они перестали долбиться в дверь да что такое доктор я еще раз посмотрел его таких следов заражения нет хорошо сходите за ним и проразбудите сашеньку нам нужно сейчас собрать срочный совет кое-что обсудить ладно хорошо ну а здесь я думаю ты уже все посмотрел да да проверил тут щиток все в порядке провода конечно я не знаю нужно думать насчет труп потому что смотри по всему комплексу везде вся эта плесень немного ржавеет нужно либо все это почистить очистить на почистил в использовании они конечно хорошие но у нас средств для этого нету да вот именно поэтому нужно еще и придумать про вылазки про все остальное потому что ну сам понимаешь нужно достать где-то ресурсы а еще было бы круто да раздобыть где-нибудь оружие константин доставщика конечно не очень была довольна тем что я разбудил но она жива там не очень довольная 3 серии она просто я успел поспать проснуться увидеть кошмары что-то еще на короче да забей константин может вам реально без полива щита но я такой обезболивающий не псих просто ты бы видел кошмар который не приснился год его первый наверно сон за 20 лет который увидел как будто бы настоящий такие сны настоящие живые видел только в детстве но не было лет пять или семь она пойдемте нужно обсудить важное дело так так удобно нас пятеро в бункере здесь целых пять мест судьба и кровати 4 да 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 ну студия полезная штука на плюсы койки в медпункте да 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 ну что ж ребят саженника простите что мы вас разбудили ничего страшного так вот ничего страшного у нас проблема из-за того что мы впустили виталием до саженника кстати могут случайно пустили виталия бункер он бегала зомби очень не сажали поэтому но теперь будет сна случайно пусть сели вообще это время этого не тут он вот хорошо слушать у нас теперь появилась другая мне менее важная проблема а перед нашим бункером из-за италии собралось несколько зомби я там в мире трех но когда он подходил бункеру их было пятеро то есть наши с проблемой виде пяти зомби около нашего бункера в чем что что почему это проблемам потому что нам мы теперь не можем нормально выйти на улицу правильно не можем запастись какими-то припасами все-таки у нас здесь лес одесса ну еда вода другие ресурсы дерево можно делать лук ну да ну я думаю вы здесь никита если что с ним разберетесь да но в целом я охотился только из огнестрельного оружия но я думаю смастерить какой крайне какой лук будет возможно катали кема и делали луки и охотились на мелкую дичь так что в принципе да хорошего выбор хорошо смотрите сейчас у нас нам нужно тоже придать какое-то новое решение первый вариант ну я думал то что вы накидаете какие-то варианты потому что у меня в голове есть только два варианта либо есть идея для повышения продуктивности работы и по добыче какой-то либо дичи а так погоди на сначала разбираться с проблемами выходить никуда быть не можем я к чему веду первый вариант либо мы разбираемся зомби то есть выходим и даем им бой их пятеро каждый как минимум по одному возьмет ну ладно сашеньки еще я могу взять двоих вот в моем сне одного уработал неважно короче и второй вариант можем забить и подождать максимально долгое время пока не идут но судя по всему и не собираются ходить знаете по моему согласен уже ждут здесь тебя виталий вот если у вас какие-то другие варианты то предлагаете доктор есть что-нибудь что могли бы добавить слушайте и константина каранчат того чтобы пустить их внутрь как бы это не сучить об этом сначала опасно но ловушки то есть тем самым они будут сами на сами на просто на ушки все предлагаете сначала подготовить ловушки не открыть бункер и заманить зомби внутрь там ну да это возможно поможет на часть за зомби избавиться но все равно это очень рискованно в принципе точно так же как и выйти на тимбой у кого-нибудь еще есть какие-то варианты я я если честно вообще бы не связывался с этими сраными зомбарями потому что вы вы видели как как они выглядят алло ну я не хватит вообще воняет лучше то есть предлагаешь остаться и дождаться пока невозможно свалят да ну есть такой вариант переждать эту волну не ну я не знаю какой стиле хорошо прямо сейчас у никита у вас есть какие-нибудь варианты еще пока что видео горы нет саженька нет нету тогда у нас здесь три варианта соблазнить зомби рам сейчас ориен нужно принять решение какой зрите выбрать прямо сейчас дорогие друзья в тенеграм канале в моем ссылочка на него есть описание есть голосование именно вы примете решение что же все-таки нам сделать возможно просто подождать и переждать пока зомби свалят может быть кто-нибудь пройдет рядом или может кому-нибудь зверь отпугнет их своим шумом не знаю а может стоит дать им отпор ведь мы теряем целый огромный лес ресурсов наши персонажи обсуждают что же сделать но выбор остается за вами не ну что же я так понял это конечно решение может привести наших героев к положительному варианту развития событий так и отрицательному кто-то может погибнуть а может и все они будут мертвы это конечно да все ребятки ну что ставьте лайк подписывайтесь на канал комментируйте пишите как вам серия понравилось или нет мне очень понравилось были очень крутые повороты сюжетом ну дам умеет делать очень крутые сериалы фильмы это фильм повторюсь это фильм поэтому ну это понятно что было очень круто всем хорошего настроения увидимся в следующей реакции на четвертую серию всем пока не скучайте